В Махачкале 13.45. В студии Светлана Саид-Гусейнова, редактор выпуска Шарипат Шульгина. Здравствуйте. Новости. Сергей Меликов вручил государственные награды Республики Дагестан парламентариям, принявшим активное участие в организации и проведении форума «Историко-культурное наследие России». Вести ФМ. В преддверии Дня российского студенчества «В народе Татьянин день» глава региона встретился с представителями дагестанских студенческих сообществ Москвы. Мероприятие проходило в постпредстве Дагестана. На сегодняшний день в 48 вузах столицы и Московской области проходят очное обучение свыше 4,5 тысяч дагестанцев. Во встрече приняли участие студенты, ординаторы, аспиранты, которые добились высоких результатов в учебе и общественной деятельности вуза. Сергей Меликов наградил активную молодежь и поблагодарил за достижения и прославление Республики. Спикер дагестанского парламента Заур Аскендеров провел заседание президиума, на котором рассмотрели вопросы повестки дня и определили порядок работы 29-й сессии Народного собрания. В ходе сессии рассмотрят более 20 вопросов, несколько законопроектов в первом чтении, в том числе направленные на урегулирование вопросов административно-территориального устройства в Республике, на предупреждение причинения вреда здоровью детей, а также законопроект о новой награде – почетный знак Дагестана за милосердие и благодеяние. На сессии заслушают информацию начальника управления ГИБДД МВД по региону Алексея Шалагина по безопасности дорожного движения и ДТП за прошлый год. Рейды по выявлению самовольных подключений к газовому оборудованию и использованию несертифицированной техники проходят в регионе, начали с Махачкалы и Буйнакска. Об этом говорили на совещании у премьер-министра Абдулмуслима Абдулмуслимова. В составе тех, кто проверяет безопасность – специалисты госжилинспекции, газовых служб и Минэнерго. Обходы по дворам, информирование жильцов. Какие еще меры будут предприняты, расскажет Эмилия Адылханова. Утечка газа, хлопок газовоздушной смеси и жизнь человека на волоске. Как показал недавний случай, целая семья может стать жертвой бытовой ошибки. На совещании рабочей группы премьер-министр Абдулмуслим Абдулмуслимов раскритиковал деятельность уполномоченных лиц. Таких трагедий больше быть не должно. Пора принимать меры. Вы вообще знаете, что такое утрата человека? Семью потеряли из пяти человек, а вы еще ходите на работу. Вы думаете, эти дагестанцы, которые умерли, ушли в мир, и у них никого нет в роду, и они вообще не люди, что ли? В министерстве должна быть полная информация, где и в каких районах, в каких локациях. Наибольшее количество может быть таких нарушений. Частая причина отравления угарным газом – это самостоятельная установка газовой сети. В республике уже начались рейды по выявлению самовольного подключения. Нарушения привлекут за собой ответственность. Учитывая, что риски возникновения таких ситуаций по всей республике, мы включили все муниципальные образования в данный план график в тех зонах деятельности и ответственности газорастительной организации, в которых они находятся. В случае выявления несанкционированного отключения, то, где производится несанкционированный отбор газа, абоненты отключаются. В случае, где выявляется несертифицированный отбор, там применяются меры со стороны жилой инспекции газовых компаний с вынесением предостережений. Важное условие газовой безопасности – заключение договоров на техническое обслуживание. Не реже одного раза в год специалист должен прийти к потребителю и проверить исправность оборудования. Основная проблема, которая у нас сегодня остается – это население неохотно идет к заключению договоров на техническое обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. Вместе с тем у нас остаются проблемные вопросы, когда сегодня 88 многоквартирных домов, которые не определены способом управления, ввиду того, что управляющая компания складывает в себя полномочия, либо жители выбирают иной способ, и приходит другая управляющая компания, либо ТСЖ, нам приходится в ручном режиме объяснять и формировать тот комплекс мероприятий, который необходимо. Вместе с рейдовыми мероприятиями планируется и другая работа. Так, например, в многоквартирных домах появятся памятки о порядке обращения с газовым оборудованием. Планируется также и информационная кампания для населения. Дагестан продолжает оказывать помощь нашим бойцам на передовой. В этот раз адресная помощь от главы Дагестана направлена военнослужащим добровольческого батальона «Каспий». Теплые вещи, медикаменты и продукты питания. Что еще включили в гуманитарный груз, знает Нурлан Алиев. Адресная помощь от главы Дагестана направлена военнослужащим добровольческого батальона «Каспий». Ценный груз для бойцов собран в Махачкале, Буйнакске и Буйнакском районе. До места назначения его сопровождали представители их администраций. Привезли теплые одежды, принадлежности, медикаменты. Это все было инициативой нашей главы республики. И, соответственно, поручение, которое было им разложено на главу города Махачкалы Иисупа Джамбековича, главе города Буйнакского Исламудина Ахмедовича, главе Буйнакского района Улубия Магомедовича, все приняли как задолженные, естественно, с большим порывом на исполнение данного поручения. Мы приехали сюда, в Луганщину. Батальон «Каспий» создан по инициативе Сергея Меликова и сформирован из добровольцев со всей республики. По прибытию на место назначения бойцы прошли двухнедельный курс боевого слаживания и, по словам командиров, уже готовы выполнять любую боевую задачу, поставленную перед ними. Гуманитарная помощь насыщенная. В принципе, привезли все, что в первую очередь нам необходимо было на линии боевого соприкосновения. От лица командования, личного состава батальона выражаем искреннюю благодарность и в дальнейшем будем служить во благо нашего Отечества. Победа будет за нами. Добровольцам, которые на протяжении двух недель находились на передовой и вернулись буквально за несколько часов до приезда делегации из Буйнакска, придутся весьма кстати теплые вещи, медикаменты и продукты питания, собранные земляками. Еще больше они рады возможности передать привет родным. Дай Аллах, чтобы вы целым, невредимым приехали и ту задачу, которая была поставлена, чтобы тоже выполнили, потому что вас в семье ждут. Мы вас ждем всех. Иншаллах, чем можем, поможем. Мы всегда рядом с вами. По распоряжению главы Дагестана, гуманитарную помощь военнослужащим добровольческого батальона Каспии будут отправлять регулярно. И такая забота воодушевляет бойцов в зоне СВО и добавляет еще больше уверенности в победе. В Дагестане прокуратура добилась выплаты медицинским работникам компенсации за просроченную оплату отпусков на общую сумму более 34 миллионов рублей. С развитием темы старший помощник прокурора Дагестана Татьяна Голубова. Прокуратура Республики провела проверку исполнения трудового законодательства. Установлено, что ранее принятыми мерами обеспечено погашение образовавшейся в 2021-2022 годах задолженности по оплате отпусков и компенсации за неиспользованные отпуска перед работниками 40 медицинских организаций региона. Вместе с тем, предусмотренные законом денежные компенсации за неосуществленные в срок обязательные выплаты медицинским работникам произведены не были. В целях устранения и нарушения закона прокуратуры и республики в Министерство здравоохранения региона внесено представление. В настоящее время обеспечено погашение задолженности в размере свыше 34,5 миллионов рублей перед медицинскими работниками. Ситуация с ликвидацией задолженности находится на контроле в прокуратуре республики. Продолжаем выпуск. Ученые считают, что образ жизни, который ведет человек, напрямую влияет не только на качество жизни, но и на продолжительность. Им удалось выследить 9 полезных привычек, существенно повышающих шансы дожить до глубокой старости. О них заведующая отделением ЛФК Республиканского центра общественного здоровья и медицинской профилактики Нина Султанова. Исследователи выяснили, что люди, у которых есть собака, живут гораздо дольше и чувствуют себя лучше. Секрет кроется в том, что собаку нужно выгуливать каждый день, а это умеренная физическая активность, которая очень полезна для организма. Кроме того, во время таких прогулок владельцы собак часто знакомятся с другими людьми и получают столь необходимые в зрелом возрасте поддержку и общение. Для хорошего самочувствия, каким бы ни был ваш возраст, важно спать не менее 8 часов. Если не получается уснуть, подышите свежим воздухом, полистайте интересную книгу, попробуйте расслабляющие техники, но соблюдайте режим сна в любом случае. Исследователи из американского проекта «Долголетие» выяснили, если люди заняты любимой работой, то они живут дольше. Но очень важно, чтобы работа была именно любимой. Только благодаря этому человек будет ощущать удовлетворение. Нелюбимая работа, наоборот, будет вызывать стресс, что негативно скажется на физическом и психическом здоровье. Исследователи из США выяснили, что пожилые люди, которые часто поют, реже обращаются за медицинской помощью и в целом чувствуют себя лучше других. Этот эффект объясняется тем, что пение благоприятно влияет на органы дыхания и помогает насыщать кровь кислородом. Ну и, разумеется, нельзя не упомянуть о массе положительных эмоций, которым приносит это занятие. Интересное открытие сделали ученые Сингапура. Исследует рацион жителей Индии, они заметили, что те индейцы, которые чаще употребляли кари, легче и быстрее справлялись с интеллектуальными тестами, а значит смогли сохранить когнитивные способности даже в пожилом возрасте. По мнению специалистов, вся причина кроется в куркуме, приправе, в состав которой входит антиоксидант куркумин, обладающий противовоспалительными, противоопухолевыми и понижающими холестерин свойствами. Ученые из Тайвани изучали жизнь двух тысяч пожилых мужчин и женщин старше 65 лет. Оказалось, что те ученики исследования, которые самостоятельно совершали покупки, дольше оставались бодрыми. Имели меньше возрастных заболеваний. Это связано с физической активностью, социальным взаимодействием и постоянной тренировкой памяти. Вот три ключевых фактора, которые заставят организм работать правильно. Многолетние наблюдения подтвердили, что люди, которые предпочитают тщательно планировать свой быт, а не полагаться на авось, живут гораздо дольше остальных. Возможно, это связано с низким уровнем стресса, ведь рисков в размерной жизни меньше, чем в непредсказуемой. Все дело в том, что люди, склонные к планированию, рискуют меньше остальных и, следовательно, реже попадают в опасные ситуации. Чем проще вы относитесь к жизненным неурядицам, тем дольше проживете. В этом уверены ученые из Гарварда. По их мнению, философский подход к жизни помогает минимизировать уровень стресса и избавиться от множества сопутствующих неприятных последствий в виде депрессии, подавленного состояния, апатии. По сообщению Дагестанского гидрометцентра, сегодня по районам республики. Местами небольшой и умеренный снег. На дорогах снежный накат, гололедица. Ветер северо-западный, на севере республики северо-восточный. 6,11 метров в секунду. Температура воздуха минус 2,7. По Приморским районам от двух мороза до трех тепла. В горах минус 3,8. По Придгорным районам 0,5 мороза. В Махачкале на дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, 6,11 метров в секунду. Температура воздуха 0,2 мороза. Вода в море 7 градусов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова